Вот давайте себе представим такую ситуацию. Вот сегодня вы говорите, вертухаи, значит, такие сякие, тюремные рожи, тюремщики, мерзавцы, негодяи, значит, пытают туда-сюда, самые последние. Все, оскорбились сотрудники уголовной исправительной системы Республики Башкортостан. Вместе с генералом встали, взяли свои чемоданы, оставили форму, удостоверение положили и ушли. 14-15 тысяч, как только узнать, что нет никого, в 3 секунды выходят все. Что будет? Который не зря сказал, ремесло-то наше окаянное, для скорбного дела всего люди потребны твердые, добрые и веселые. Мы стараемся этому соответствовать. 12 марта – день работника уголовной исполнительной системы. В нашей Республике этот праздник отмечают около 5 тысяч ныне работающих сотрудников. В преддверии праздника на пресс-конференции начальник УФСИН России по Республике Башкортостан Виктор Шалыгин подвел итоги работы уголовной исполнительной системы Республики и рассказал о самых значимых событиях за прошедший год. В том числе и о создании Центра исправления осужденных. Он начал свою работу в июле 2014 года. Было создано 6 центров исправления осужденных, объединяющих в себе по 2-3 отряда. Создание же Центра позволило максимально приблизить сотрудников колонии к осужденному. Цель эксперимента – добиться адресного, непрерывного исправительного воздействия на осужденных, обеспечить индивидуальное психологическое сопровождение, оказание конкретной помощи в решении вопросов трудового, бытового устройства осужденных после освобождения и создание благоприятных условий для постпенитенциарной реабилитации. Если раньше воспитательной работой с осужденными занимался только начальник отряда, то теперь в Центре будут работать 6 сотрудников, в том числе и психолог. Летом подведут итоги эксперимента по апробации Центра исправления осужденных. Всего в эксперименте принимало участие 5 исправительных колоний России. В нашей республике местом проведения эксперимента выбрали исправительную колонию строгого режима ИК-7 в городе Мелиус. Еще одно значимое событие, о котором зашел разговор на пресс-конференции, это перепрофилирование колоний общего режима ИК-8 в городе Стерлитамак. Теперь здесь будут отбывать наказания бывшие работники судов и правоохранительных органов. Такой колонии в республике еще не было. Вид режима ИК-8 будет изменен с общего на строгий. До 1 апреля в ИК-8 поступят первые 148 осужденных. Всего в колонию будут направляться осужденные из 9 регионов. Это Башкортостан, Татарстан, Удмуртская республика, Оренбургская область, Самарская, Саратовская, Свердловская, Чуменская и Челябинская. Начальник УФСИН поделился и планами по перепрофилированию детских колоний. По его словам, сегодня они напоминают большой инкубатор, в котором содержатся дети из разных регионов страны. Сейчас вынашивается мысль в каждом регионе иметь небольшой участок работы с несовершеннолетними. Потому что большие беды от этого контингента. Им нужна и большая забота, и большее внимание. И вот когда ребята приходят с другого региона, они очень тяжело адаптируются. И мы сейчас вот столкнулись с тем, что пришли к нам ребята из Чувашии, из республики Мариэл, из Челябинской области. Ну, я вам скажу, что очень запущенные в педагогическом плане. Поддерживающие вот эти вот воровские традиции, романтику воровской жизни. С ними надо активно работать. И, конечно, желательно в том регионе, где этот несовершеннолетний проживает. Чтобы, я еще раз говорю, он был приближен и к родителям, и к тому месту, где он родился. Ну, и кому, как не тем людям, где, так сказать, вот такая обстановка созрела, криминальная, среди молодежи, заниматься-то с ними.